К другим новостям. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев в Самаре принял участие в третьем заседании круглого стола руководителей регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего и Среднего течения реки Янзы Китайской Народной Республики. Вот что передает наша съемочная группа из Самарской области. По Волжье продолжают укреплять свои отношения с Китаем. В этот раз представительная делегация из страны восходящего солнца прибыла в Самару на совместное заседание круглого стола Волга Янзы. Причем иностранным гостям принимающая сторона решила устроить довольно необычный прием. Совещание проходило в прямом смысле слова на плаву. Дружеские мосты было решено наводить на палубе теплохода, который все это время бороздил просторы Великой Русской реки. Такая деловая экскурсия пришлась по нраву всем. Не обошлось здесь и без традиционной чайной церемонии, которую тоже проводили китайские гости. Она украшала официальную часть форума. Первый шаг к этой встрече сделали год назад именно регионы Приволжского федерального округа. Главы субъектов посетили Китай с официальным визитом, причем он продолжился неделю. И этого времени хватило, чтобы изучить потенциал местных провинций и их предприятий. Страна восходящего солнца и Россия заинтересованы друг в друге. Ведь отношения между странами сейчас активно налаживаются и на самом высшем уровне. Недавно с рабочей поездкой в Китайской народной республике побывал и Владимир Путин. И это придало мощный импульс на пути к дальнейшему сотрудничеству регионов и провинций. В свою очередь главы наших регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, абсолютно заинтересованы в успешном развитии этого сотрудничества, в реализации тех планов, которые мы наметили, тех проектов, которые сейчас находятся в различной степени готовности. И все регионы округа сегодня связаны с двухсторонними взаимоотношениями, с шестью провинциями Китайской народной республики, которые являются нашими партнерами. И эти соглашения, они уже носят не рамочный характер, а носят вполне предметный характер, который позволяет, уже имея всю необходимую нормативную правую базу, приступить к практической реализации этих проектов. За круглым столом главы регионов и руководители провинции встречаются спустя год. Ключевая часть этого заседания – презентация проектов и возможностей субъектов. По Волжью есть что предложить гостям. К примеру, в Татарстане планируют наладить прямое авиасообщение с городами Китая, а в Перми – открыть завод по производству упаковки чая. Чувашия тоже привлекает китайских инвесторов. Возможно, что в ближайшие годы в Канажском районе откроется завод по глубокой переработке сельхозкультур, а в Мариинском посаде – хозяйство по выращиванию соя. В перспективе в республике планируют открыть предприятие по переработке древесины, производству пластмассовых труб. Надеются стороны и на продолжение культурного обмена. И наши организации, наши предприниматели конкретно с конкретными предпринимателями, с конкретными коммерческими организациями должны заключать названных провинций. Кроме этого, у нас будет продолжено сотрудничество в сфере гуманитарии. Могу сказать, к дню республики практически приехали почти 50 артистов с Китайской Народной Республики. От презентации перешли к конкретным делам и заключениям соглашений. Чувашия закрепила устные договоренности официальными подписями с провинцией Аньхой и городом Чунцин. Воплощать свои планы в жизнь китайские инвесторы планируют в ближайшие годы. Очевидно, что это далеко не последняя встреча с зарубежными партнерами. Регионы они намерены посетить с официальными визитами. Формат «Волга» и «Анцзы» показал свою эффективность. Но этому проекту и сейчас просят достойное будущее. Совместные заседания и форумы продолжатся. Двухсторонние отношения обе стороны намерены не только укреплять, но и приумножать. Возможно, что у регионов ПФО появятся и новые партнеры. Сейчас субъектам по Волжье удалось наладить контакты с шестью провинциями Китая. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. И Самара.